Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Польский рокер Укрзалезницы. Кого Кабмин назначил главным по железным дорогам? Кризис не тётка, чьими стараниями зарплаты народных избранников выросли почти в три раза. Подозрения и возбуждения, кто стоит за очередным скандалом в Генпрокуратуре. Еврооптимизм, что повлечёт за собой предложение Брюсселя об отмене виз для украинцев. Шах и мат Александра Шахова. Скандальный организатор аферы «Элиты Центр» вышел из СИЗО по закону Савченко и без залога. Почему с высокой долей вероятности он вовсе может выйти сухим из воды? И по какой причине подозреваемого в миллиардных махинациях нельзя вернуть в СИЗО? Подробности элитной аферы изучала Елена Митясова. Освобождён, но не наказан. Главный подозреваемый в организации крупнейшей строительной аферы в Киеве «Элита Центр» Александр Шахов с высокой вероятностью может выйти сухим из воды. В начале апреля он освободился из СИЗО по закону Савченко, где провёл 7,5 лет. Но приговор за махинации с квартирами 10-летней давности ему до сих пор не вынесен. Дело только начали рассматривать по сути. Чтобы Шахов не сбежал, прокуратура просит подольский суд избрать ему меру пресечения. Несколько дней назад такая попытка уже состоялась, но залог в 384 миллиона гривен Шахов не внёс. Решение суда не выполнено. По независимой от меня от средств, ввиду отсутствия средств для внесения залога. По версии следствия, компания Шахова в новострое «Элиты Центра» в 2006 по три раза перепродала одни и те же квартиры разным покупателям. Пострадавшими оказались около 2000 человек. Следствие предполагает, Шахов со своей командой заработал около 100 миллионов долларов. Двое топ-менеджеров Терентьев и Цыганок уже отсидели в тюрьме и сейчас на свободе. Ещё один в бегах, он якобы и забрал деньги. За 10 лет получилось 230, пострадавших 1700, пускай сейчас 1500 человек, да? Чуть-чуть меньше даже. Сколько лет ещё ждать? Ещё 60 лет, грубо говоря. Доживём? Землю под строительство комплекса Шахов получил бытность мэром Александра Омельченко. Сейчас тут депутат столичного гурсовета. Обманутые киевляне считают, что Омельченко был в сговоре с мошенниками. А кто выдавал участки? Омельченко. Почему его тут нет? Вот этот участок земли на Осокорках – последняя надежда обманутых инвесторов элиты центра. Здесь должны были возвести высотку и часть квартиры отдать им. Но между застройщиком КП «Житлоинвестбуд» и жителями Осокорков разразилась война. Со слезоточивым газом, метанием камней и драками. Вот кадры того, что происходило сегодня. Люди на территорию стройплощадки не пустили технику, за что получили от тетушек в строительных касках и спортивных костюмах. Есть пострадавшие. Тут тетушки, тут женок, тягали за волосы по подлозе. Одну женщину, там, даже трех людей, спитализовали. Одну женщину там что-то с хребтом под ней топтались. Эти люди, к сожалению, не представляются. Все наши попытки, чтобы полиция проверила их документы, установила личности, полиция не стала этого делать. Я знаю, что это мужчины, которых организованно приводят, организованно уводят. Правоохранители на месте отказались что-либо комментировать. Мы попробовали связаться с застройщиком, но на телефоны звонки в его офисе не отвечают. То, что с документами у него проблемы, нам подтвердили нардепы. На сегодняшний день у застройщика есть часть просроченных документов и никаких разрешающих ему проводить строительные работы. Кроме того, то, что появились там тетушки, уже недопустимо. И милиция стоит и смотрит. Это не попа, который представляет интерес киевской мэрии. Он не смог предоставить нам документы, кроме нескольких ксерокопий, на которых нет ни подписей, ни печатей. Обманутый инвестор элиты центра получается снова в эпицентре скандала. Как в очередной раз им не остаться у разбитого корыта? Прокуратура тем временем в суде настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Шахова. Он же требует свободного передвижения днем. Говорит, и документы нужно сделать, и на работу устроиться. А в завершение заявляет, ему и жить-то негде. У меня нет места жительства. Реально нет места жительства. Мне действительно нужно будет найти место работы. Это, конечно, махинация. И даже эти истории подтверждают тот факт, что обманутый пытается уничтожить следствие и суд. Почему? Потому что он изменяет постоянное место проживания. Если бы это была какая-то обычная иная вещь, то при таких обстоятельствах его просто отправили назад в СИЗО. Но, вваживая тот факт, что он уже отсидел 7 лет и 6 месяцев, то до него пытаются использовать какие-то другие запобедные заходы. В результате суд посадил Шахова под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Из зала заседания подозреваемый вылетел словно пуля. Запрыгнул в автомобиль и уехал. От каких-либо комментариев отказалась и его защита. Елена Митясова, Андрей Кузнецов. Подробности в телеканал Интер. Ну а покинувший СИЗО буквально вчера мэр Выжгорода Алексей Момат сегодня уже на работе. Скандального газоначальника, подозреваемого в рекордной взятке в миллион евро, напомню, поймали на горячем в минувший четверг. Суд избрал ему в качестве меры пресечения два месяца в СИЗО, либо залог в 5 миллионов гривен. Соратники быстро собрали необходимую сумму. И пока НАБУ и ГПУ не могут решить, кто из них займется этим делом, сам Момат, как ни в чем не бывало, сидит в рабочем кресле. Чем закончится эта эпопея, разбирались наши корреспонденты. Второй день на свободе мэр Выжгорода провел в своем рабочем кабинете, где, собственно, СБУ и взяла его по подозрению в вымогательстве миллиона евро взятки у застройщика. Занимался, говорит, повседневными делами города. Очень много дел накопилось. Директор водоканала только вышел у нас в нештатной ситуации. Будут ли Момата отстранять от должности мэра? В областной прокуратуре заявляют, завтра же обратятся с этим вопросом в суд. Тем временем сооснователь партии «Воля» нардеп Юрий Деревянко пытается обелить репутацию своего однопартийца. Сначала он внес за Момата часть залога – почти полтора миллиона гривен. А сегодня собрал заседание антикоррупционного подкомитета, который сам и возглавляет. Но кроме Деревянко из приглашенных нардепов никто так и не пожаловал. Моженцы Вишгорода переконаны в том, что тут есть ознаки коррумпованных действий правоохранителей. Справа, возможно, сфабрикована и замована. На заседание пришли представители СБУ, антикоррупционной прокуратуры, адвокаты и прокуроры областной прокуратуры. Главный вопрос – кому же расследовать это дело? Представленный момент регистрации не было передачи национальному антикоррупционному бюро. Про сближение сумок, абринансов, стало известно за 6 часов до затримания. Тому затримание проводилось следствиями прокуратуры Киевской области. Передусім НАБУ – это не выгребная. После того, как стало известно, что указано проведение неподследовательным органам прокуратуры, его нужно было невиданно передавать до НАБУ. Но постфактум исправлять чьи-то ошибки специализованная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не будет. Ну, как в качестве, возможно, грубого примера, но я скажу, если у вас болит зуб, вы идете до лекаря-стоматолога, а не до лекаря-прокуролога. Вопрос о последствии дела должен решить генпрокурор или исполняющий его обязанности. Областная прокуратура еще к нему не обращалась. Вот что говорят в самой ГПУ. Но может возникнуть другая проблема. Законны ли будут доказательства? Суд визнает в каждом конкретном случае належность и допустимость доказов. Это возможно, но это будет на рассуде суда принято такое решение. Доказы собирались не нам. Есть очень много вопросов. Деревянка почти полтора часа с пристрастием допрашивал правоохранителей. Под конец не выдержал представитель СБУ. Решение за ним будет принимать по-дальшему суд. Я бы не хотел, чтобы мы тут на заседании комитета проводили отдельное судовое заседание. В итоге Деревянка пообещал инициировать создание в Раде временной следственной комиссии по делу Момота. Но согласятся ли на это другие нардепы, учитывая, что вышгородский мэр уже неоднократно нарушал закон. Напомню, у него есть две, правда уже погашенные, судимости за кражу со взломом. А теперь еще и подозрение в вымогательстве рекордной взятки. Миллиона евро. Кроме Момота СБУ тогда задержало еще пятерых его пособников. Всем фигурантам этого громкого дела грозит до 10 лет тюрьмы. Оксана Григорьева, Олеги Таборин, подробности, телеканал Интер. Киевлянка, которая вчера сбил полицейский автомобиль, скончалась от полученных травм. ДТП произошло на пешеходном переходе. Патрульный спешил на вызов и, нарушив правила, повернул в неположенном месте. Какое наказание грозит полицейскому, который был за рулем, и считает ли он себя виновным, подробнее наши корреспонденты. Это жуткое видео – одно из главных доказательств резонансного ДТП. Патрульный автомобиль сбивает женщину на пешеходном переходе. Киевлянке Татьяне Комарницкой было 58. Врачи целую ночь боролись за ее жизнь, но от полученных травм сегодня утром женщина умерла. Патрульный полицейский, который был за рулем Рено Дастер, говорит его начальство, спешил оформлять ДТП. В неустановленном месте, нарушая правила, он повернул налево. Интересно, что сразу после инцидента пресс-служба полиции заявила, две женщины перебегали дорогу в неположенном месте, и одна из них угодила под колеса патрульных. Они ехали с включенными маячками. И даже после того, как в сети появилось видео из камер наблюдения, сообщения удалили лишь со своего сайта, оставили только в соцсетях. Но за обвинениями последовали соболезнования родственникам погибшей. Мы приносим соболезнования родственникам и близким погибшей. Патрульная полиция будет содействовать и помогать родственникам погибшей женщины. Сам же патрульный, ему 30 лет, в шоковом состоянии и раскаивается в случившемся, сообщили в нацполиции. Его отстранили от службы, проводят служебное расследование. Если виноват, уверяют, понесет заслуженное наказание. Если патрульный виноват, если патрульный нарушен закон, мы не будем защищать, мы сделаем все, чтобы он понес ответственность. Также уверяет и глава нацполиции Хатия Деканаидзе. Этим резонансным делом уже занялась и столичная прокуратура. Там открыли уголовное производство, собирают материалы, проводят экспертизы. По словам следователя, опросили и свидетеля, это напарник патрульного, и очевидцев ДТП, пешеходов. Но никто из них не может утверждать, что погибшая шла по пешеходному переходу именно на зеленый свет. На видео с камер наблюдения этого тоже не видно. Но видно, патрульные ехали без включенных маячков. Если вина водителя патрульного будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. И здесь неважно, при исполнении он был или нет, говорят юристы. Не играет роли и то, включены ли были спецсигналы, если погиб человек. Ключевой вопрос всегда в этом моменте – это нарушал правила дорожного движения водитель или не нарушал. И когда эти вопросы обычно все равно исследуют эксперты, потому что сам следователь, он вряд ли сможет установить о том, нарушал правила дорожного движения или не нарушал. Здесь важно одно, чтобы это резонансное дело вели по закону, а не замяли, как происходило ранее с участием милиционеров. Ведь кредит доверия, который получила нацполиция, можно легко потерять. Алла Матюшок, Валентин Белич. Подробности – телеканал «Интер». Отстранены от работы и одесские полицейские, принимавшие участие в ночных гонках по городу. Фанаты стритрейсинга сняли на видео, как полицейские на служебных машинах соревнуются в заездах. Эти ролики выложили в интернет, разгорелся скандал. В нацполиции говорят, что действия правоохранителей – это однозначно нарушение дисциплины, а меру наказания определит департамент патрульной полиции в Киеве. Первый публичный выход нового правительства – свежеизбранный. Министры собрались сегодня на свое первое заседание. О чем говорили, что решали и какие громкие назначения и обещания прозвучали сегодня, знает Ирина Романова. Перед зданием правительства сегодня пусто. На обычно забитом машинами тротуаре ни одного авто. Не входят через парадный вход и новоназначенные министры, видимо, воспользовались служебным. Внутри к журналистам вышел только министр экологии. Рассказать о выставке к 30-летию аварии на ЧАЭС. В зал заседаний прессу позвали, когда министры уже расселись по своим местам. А новый премьер начал оглашать повестку дня. Мы должны дать возможность, чтобы украинцы купили качественные лекарства. На больший жаль, эти лекарства с бюрократическими барьерами не могут потрапить на полицию аптек. Мы должны регулировать это. Из старого кабмина за столом Зубко, Стэц, Петренко. Места Авакова, который сегодня не в Киеве, его зам. Остальные новички. Вакантно пока только кресло министра здравоохранения. Приняв постановление о дирегуляции рынка импортных лекарств и выделив помещение нацагентству по вопросам противодействия коррупции, новые министры принялись за кадровые вопросы. Утверждение новых гендиректоров двух госпредприятий. Конкурс на эту должность в Укрзалезнице выиграл лидер польской рок-группы с 15-летним опытом работы на железной дороге Войцех Бальчун. Он провел масштабную реформу и реорганизацию системы управления в Залезнице Польши. Бальчун по-польски заверил, ему под силу реформировать и украинскую железную дорогу. А на вопрос, как же собирается работать с бумагами, не зная языка, ответил. Обязуюсь как можно скорее выучить украинский язык. Я считаю это делом чести, потому что моя семья по маме родом из-под Львова. Новый руководитель Укрпочты украинец Игорь Смелянский раньше работал в международной аудиторской компании в Нью-Йорке. После назначения Кабмин поддержал соглашение о выделении Еврокомиссии почти 100 миллионов евро на реформу децентрализации и создал новое министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Министр другого ведомства энергетики после заседания пожаловался журналистам. Очень много работы. Я за 6 дней, но 21 часа поспал. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ивана Климпушцинцадзе тоже заметила, а работать в Кабмине тяжелее, чем в парламенте. Вышел к журналистам после заседания. Премьер рассказал о ближайших планах правительства, ответил на вопросы. В частности, будет ли новый Кабмин повышать коммунальные тарифы. Также Гройсман заверил, составка обмена не увеличивали, хотя и ввели 4 новых должности вице-премьеров. Уже в ближайший месяц, пообещал премьер, Кабмин разработает оперативный план действий, а до конца года будут готовы и среднесрочные перспективы. С назначением Владимира Гройсмана поздравили послы стран Большой Семерки. Новый премьер Украины им хорошо знаком. Говорят, работать с ним будут с удовольствием. Подчеркивают важность сильного, единого, ориентированного на реформы правительства. Главу Кабмина призывают продолжать ранее согласованную программу МВФ, а приоритетом работы сделать борьбу с коррупцией. И сегодня стало известно, что перед уходом с поста спикера Верховной Рады Владимир Гройсман не удержался и сделал прощальный подарок нардепам. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук Ольга Червакова. С середины апреля зарплата депутатов Верховной Рады выросла почти втрое. До сих пор она составляла 6400 гривен, а теперь народным избранникам будут начислять 17650 гривен в месяц. Это без уплаты налогов. Увеличивается и фонд заработной платы для помощников нардепов до 25 тысяч гривен, как и само количество этих самых помощников с 4 до 5. И я напомню, что от прощального подарка перед своей отставкой не удержался и Арсений Яценюк. Он поднял зарплату госслужащим почти в два раза. И если зарабатывать нардепы стали больше, то работать вовсе нет. Еще один день, который можно назвать, мягко говоря, малопродуктивным, полупустой зал, с трудом принятые законы, с треском, проваленное голосование. Что требует фракции и почему буксует вопрос назначения генпрокурора. Обо всем подробнее Екатерина Лысенко. Парламентский день у нардепов начинается с минутки воспитательной работы. Спикер, глядя на полупустой зал, отчитывает депутатов за прогулы и болтовню в зале. Очень часто, закликающие до укрепления регламента, депутаты, которые до этого закликают, потом исчезают из зала и мы не можем принимать решение. Это и есть причина того, что Верховная Рада Украины имеет самый низкий рейтинг доверия. Послушав, депутаты снова откнулись в гаджеты, лишь изредка отвлекаясь на выступления своих коллег. А фракции по очереди говорят о требованиях. Это уже просто выглядит ганебно, когда говорят о недостаточении денег в бюджете, а в тот же время не рассматривают в профильном комитете Верховной Рады по податкам два законопроекти про девшеризацию. 2 травня 2014 года в мирном городе Одесса, в европейском городе Одесса, внаслідок массовых зиткнений, загинули десятки людей. До сегодняшнего часа эта трагедия не расследована. Наша фракция надала до парламенту проект решения щодо поновлення деятельности темчасового следствия комиссии с данного вопроса. На сегодняшний день этот проект решения находится в регламентном комитете. Повестка дня не пестрит законопроектами, но все же Рада удосужилась разрешить приватизацию комнат в общежитиях. В зале тут же разбираются, кто как голосовал. Сегодня мы имеем 100% подтверждение отсутствия коалиции. При том, что мы додаем голоса. Народный фронт дал и 68 зареєстрованих, 58 на это голосование. А блок Петра Порошенко и 115 зареєстрованих, 85. Изотативное голосование было не благодаря так называемой новой коалиции, або старой коалиции переформатованной, а именно благодаря тем политическим силам, которые проявляют в том числе и политическую сведомость о тех вопросах, которые рассматриваются в парламенте. На папере, возможно, существуют 226 голосов, но в зале их нет. Хотя мы в жёсткой оппозиции к сегодняшней власти, тем не менее, то, что касается людей, мы поддерживаем. Повестка дня абсолютно сегодня пустая, поскольку нет экономических законов из-за отзыва их правительством. И считаю, что если не будет экономических законов, то парламент и дальше будет катиться в пропасть. И наша позиция неизменна. Парламент, который не работает для людей, он обречён, и нас ждут перевыборы. Но перевыбирать в парламенте пока настроены лишь генпрокурора. В кулуарах снова поговоривают о Луценкове, как о кандидате и о законе, который откроет дорогу к креслу. Давайте сначала побачим этот закон, про который все говорят. Потом посмотрим, как проголосует за него комитет. Потому что без комитета он не может прийти в зал Верховной Рады Украины. А потом будем видеть призначение уже, ну, как бы, кандидатуру внесения президентом. Если это будет кандидат Юрия Луценко, я, лично, буду голосовать за. Если такой закон принять, то не только Юрий Луценко сможет быть генеральным прокурором, но и другое любое лицо, имеющее только лишь юридическое образование, но не имеющее опыта работы в прокуратуре. Это зависит от наличия политического консенсуса в зале. Законопроект зарегистрировали, правда, текст документа ещё не видели. А в зале он появится только тогда, когда под него найдут голоса. Народный фронт, к слову, тоже претендует на кресло. Но не генерального прокурора, а первого заместителя. И вот что думают о возможном распределении должностей в ГПУ между блоком Петра Порошенко и Народным фронтом политологи. Мы сегодня видим попытку такого банального дерибана генеральной прокуратуры. Пытаются дерибанить не только должность генерального прокурора, которого всегда в той или иной мере определил президент Украины, но и его заместителей. К сожалению, это совсем не то, что нужно генеральной прокуратуре. Скорее всего, если мы говорим о реформе генеральной прокуратуры, нужен действительно какой-то новый человек. Народный фронт настолько боится блока Петра Порошенко, что пытается постоянно сбалансировать его какими-то своими кандидатурами. Тоже мы наблюдали в правительстве. Всю ответственность в стране на себя взяла коалиция из двух фракций. Это Народный фронт и блок Петра Порошенко «Солидарность». И поэтому, исходя из их любых мнений, желаний, планов, и составляется власть. Другой вопрос, как эта прокуратура будет работать, и какие покажут результаты. И вот это все скажется просто на рейтингах той власти, которая сейчас есть в виде вот этих двух фракций. Луценко, как политик, может быть уничтожен за полгода в Генпрокуратуре. Вдруг Луценко начнет копать на Яценюка. Например. У него же есть какие-то гарантии. Вот сейчас там Тимошенко по чуть-чуть начинает Яценюка кусать. За тарифы. И вот, чтобы он не посадил, например, Луценко, вдруг такая политическая будет ситуация, что начнут как бы с Яценюка, там, этот самый. Так вот, для этого и замы, для того, чтобы поставить какой-то заслон, как бы, чтобы это не было. А пока обезглавленная Генпрокуратура продолжает обрастать скандалами. Под прицелом на этот раз оказался главный следователь по делам Майдана Сергей Горбатюк. Его якобы подозревают в служебной халатности, сообщил об этом нардеп Сергей Лещенко. Кто дергает за ниточки в этой истории, разбирались наши корреспонденты, и в частности, Александр Пантелеймонов. Все началось утром в Верховной Раде. Нардеп Сергей Лещенко заявляет на главу управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка готовит уголовное дело, а стоит за этим другой высокопоставленный чиновник из системы ГПУ. На громкое обвинение сразу отреагировали в Генпрокуратуре. Там заверили, на Горбатюка никто не давит, и уголовных дел против него никаких нет. Нет, есть только служебная проверка, которую начали после заявления самого же Горбатюка. Подал его на днях на имя исполняющего обязанности главы ГПУ Юрия Севрука. В нем Горбатюк докладывает руководству. На него давят и не дают нормально заниматься расследованиями. Само в связи с этим сегодня и призначено служебную проверку за его рапортом. И само в рамках цієї служебной проверки, чтобы объяснить те или иные условия, в том числе необходимые пояснения Сергея Горбатюка. Никакой подозрой не идет мова по Сергею Горбатюку, что ему сообщается о подозрой. Это какая-то пиар-акция. Сергей Горбатюк должен прозвитывать перед обществом, а также перед руководством. Правда, сам Сергей Горбатюк говорит, против сотрудников из его управления возбуждено уже 4 уголовных производства. Начальник одного из отделов вообще уволился. Давление со стороны управления собственной безопасности ГПУ на него самого продолжается уже давно. Поэтому и написал рапорт исполняющему обязанности генпрокурора Юрию Севруку. Найдут ли прокуроры общий язык, пока неясно. Возможно, только с назначением нового главы ведомства в ГПУ восстановится порядок. А пока Сергею Горбатюку предстоит большой отчет перед общественностью и прессой по расследованию дел Майдана. Его уже проанонсировали его же коллеги из генпрокуратуры. Александр Пантелеймонов, Алексей Шматов и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. В ГПУ сегодня прокомментировали еще одно скандальное дело. Прокурор Владислав Куценко заявил, что в национальном антикоррупционном агентстве сами отказались от дела Касько. Вчера директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что расследование дела о присвоении служебных квартир бывшим замгенпрокурором не в компетенции бюро и передано в нацполицию. А в ГПУ заявили, что именно в нацбюро изменили квалификацию уголовной статьи вместо присвоения растрата имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением теперь мошенничество. А именно представители Национального антикоррупционного бюро вказану справу переквалифицировали из 191 статьи на 190 шахрайство и передали в связи с этим за последствием в национальную полицию. Если Национальное антикоррупционное бюро вважало, что в справе нет склада злочинного проведения, они должны были что сделать? Его закрыти. И тогда бы сегодняшняя позиция Артема Сытника, моего коллеги, была бы зрозумела и логична. Вместо того, чтобы справа закрыта, они увидели там шахрайство. Они, не мы. Коррупционный скандал на железной дороге. Нацкомитет по безопасности и обороне займется укрзалезницы. Сегодня на заседании нардепы заявили о многомиллиардных нарушениях на этом предприятии. В частности, речь идет о закупках топлива по завышенным ценам. Более того, по данным парламентариев, к работе укрзалезницы до сих пор могут иметь отношения люди семьи Януковича. В частности, скандально известный холдинг МАКО. Компания Януковича Лемтранс получает специальную снижку на транзит труда из Российской Федерации. 20% за шаленые деньги. МАКО, Холдинг. По мнению нардепов, на предприятии может действовать так называемый институт смотрящих. Этот вопрос еще на прошлой неделе поднимали на заседание антикоррупционного комитета. Список фамилий и фактов нарушений уже передали в правоохранительные органы. В ближайшее время также обещают заслушать отчет руководства предприятия. А результаты могут направить в Национальное антикоррупционное бюро. Возвращения очень серьезные. Сумы величезные. Начиная от 50 миллионов долларов, 40 миллионов долларов, 180 миллионов гривен и так далее. Висловляются пропозиции, что там работают люди, которые так называемые в нас попадают под ознаки. Я не знаю, кто такие люди, но говорят, что такие себе лебедь Владислав Александрович, Лесников, Станислав Евгеньевич, Федорко Иван Петрович, которые работают там. Или двое вообще не работают, но имеют право входить в науку в залезницу, имеют все электронные ключи. Мы будем следить за этим скандалом и более того проведем собственное расследование и о результатах его сообщимым, конечно же, в ближайшее время. Виза прощает. Брюссель официально предложил упростить правила пересечения границы для граждан Украины. Владельцам биометрических паспортов можно будет совершать короткие поездки в ЕС до 90 дней без виз. Соответствующий документ утвердила Европейская комиссия и передала дальше по бюрократической цепочке в Европарламент и в Европейский совет. Заработает безвизовый режим по самым оптимистичным прогнозам не ранее середины лета. Наше решение это признание всех усилий, приложенных руководством Украины. Страна выполнила все требования, провела сложные дальновидные реформы в правоохранительных органах, судебной системе и не только. Президент Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за решение, которое, по его словам, еще больше сближает украинцев с европейской семьей. И подчеркну, что лично для него это был долгий путь тяжелой дипломатической и внутриполитической работы. Сегодня из Брюсселя произошла долгоочекована новина. Визовый режим был моим обязанным перед вами. И по значку «выконано» можно будет поставить уже за несколько месяцев. Зона АТО в два раза сократилось количество обстрелов и атак боевиков на Мариупольском направлении. Однако в Маринке и в Широкине боевые действия не прекращаются. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Вот прилетела 73-го миллиметра граната, буквально в 20 метрах от жильного примещения. Опорная позиция армейцев – западная окраина Широкина. Отсюда морпехи раз за разом отражают атаки противника. Вскоре боевики открывают тревожащий стрелковый огонь. Морпехи отвечают. После этого наступает тишина. В такие моменты с парнями работают военные капелланы. Константин – пастор из Николаева. Говорит, ребятам часто нужна не молитва или исповедь, а просто разговор по душам. Бывает такой разговор, что за два часа я могу вставить буквально две-три фразы, все остальное время я просто слушаю. То есть надо дать возможность человеку высказаться. Кроме того, сейчас морпехи внимательно следят за морем. В последнее время чаще фиксируют разведку боевиков на скоростных катерах. Руслан Смичук, Даниэль Косаковский, Антон Чиженко. Подробности – телеканал «Интер». Уже к Пасхе Украина ожидает освобождения 25 заложников, которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер. Сегодня на встрече гуманитарной группы в Минске список 25 украинцев, которые содержатся в тюрьмах на неподконтрольной территории и нуждаются в неотложной медицинской помощи, передали представителям так называемый ДНР. Их планируют обменять на 50 человек. Судьбу Надежды Савченко и других украинских политзаключенных в России сегодня по телефону обсудили министры иностранных дел Украины и России. Разговор состоялся по инициативе Павла Климкина. С Сергеем Лавровым они говорили о ситуации на Донбассе и о запрете Меджлиса в Крыму. Контакт состоялся как продолжение телефонных переговоров президентов двух стран. Я напомню, что Порошенко и Путин общались позавчера. Затронули украинский вопрос сегодня и в Брюсселе. Там впервые за два года состоялась встреча Совета НАТО России. Напомню, практическое сотрудничество Альянса с официальной Москвой свернули в 2014 году. Означает ли сегодняшняя встреча выход за узкие рамки исключительно политического диалога и какие проблемы во взаимоотношениях России и стран НАТО уже начали решать, расскажет София Гордиенко. Брюссельский штаб-квартира НАТО здесь. История в картинке с 1949-го, когда создали организацию до сегодняшнего момента. И вот 2014 год. Существенное событие. Россия нелегально аннексирует Крым. Два года Альянс и Кремль обменивались колкостями и обвинениями на дистанции. Из-за перерыва в отношениях запланированные два часа переговоров плавно переросли в три, а потом и в три с половиной. У выхода аншлаг масса представителей российских СМИ. Первым к журналистам вышел генсекретарь НАТО. Мы обсуждали три темы. Украина, кризис внутри и вокруг, военная активность и прозрачность, а также Афганистан. Была откровенная и серьезная дискуссия. НАТО и Россия придерживаются разных точек зрения. Североатлантический альянс никогда не признает аннексию Крыма. Представителя России при НАТО Александра Грушко окружили иностранные журналисты. Для нас ясно, что без реальных шагов по деэскалации военной активности НАТО вблизи границ Российской Федерации, мы не можем входить в какой-либо диалог по вопросу мер доверия. Во время таких событий значение имеет все. И слова, и знаки, и даже то, что генсекретарь и посол не вышли к журналистам вместе. Прорыва не произошло, говорит сотрудник НАТО Роберт Пшель. Сам факт, что встреча состоялась, это уже позитив. Но говорить о сближении позиций, особенно что касается Украины, конечно невозможно. Мы это не ожидали и это не произошло. Главное, что подчеркнули обе стороны, их отношения больше никогда не будут такими, как прежде. Но к диалогу готовы все. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. С России об Украине говорят и высшие чины Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Путиным. Тема это мирное урегулирование конфликта на Донбассе, соблюдение минских соглашений и диалог в нормандском формате. Вчера в Москве с визитом побывал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Ро. Говорил он о тесном сотрудничестве Парижа и Москвы, несмотря на все трудности. В контексте войны на востоке Украины призвал стороны не затягивать мирный процесс. Заборная мощь. Сколько денег закатало в приграничную стену предыдущее правительство? И есть ли толк? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Открытое письмо к украинцам с просьбой о помощи от спортсменов-паралимпийцев опубликовано на сайте Нацкомитета спорта инвалидов. Члены паралимпийской сборной сообщают, что из-за мизерного бюджетного финансирования они вынуждены просить о пожертвованиях для подготовки к 15-м паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, которые стартуют уже через полгода, в сентябре 2016 года. Денег на экипировку и медицинское обеспечение спортсменов-инвалидов критически мало. На сайте Нацкомитета указан счет для перечисления помощи. Премьеру Шоу Стена осталась. В Харьковской области пограничники сегодня демонстрировали, что им удалось построить на кордоне с Россией. Какова судьба проекта, который так лоббировал экс-премьер Яценюк, и хватает ли средств на завершение этого оборонительного рва, узнавала Лидия Калинина. На границе сегодня пыль столбом. Колонна машин везет прессу и киевское начальство проверять, как оборудовали участок между украинской, Харьковской и российской Белгородской. Все свежеокрашено и начищено до блеска. Бойцы стоят по струнке. Эта часть границы у пункта пропуска Гоптовка образцово-показательная. Здесь уже вырыт ров, возведен забор, установлены вышки с камерами и проложен сенсорный кабель, который распознает человека или автомобиль в десятки метров. Есть база звуков различных, там, зверей, мышей, зайцев там и так далее, и так далее, которая система фактически отсекает. Она распознает, что там мышь там где-то подгрызает, где-то кабель и так далее. Или это двигается человек, или это там двигается автотранспорт. Этот проект сначала назвали стеной, потом европейским валом, теперь именуют интеллектуальной границей. От незаконных мигрантов и контрабандистов пока спасает. Хотя нарушители довольно находчивы. Через ров, да, прокладывают, ну, специальные дошки сбивают, кладут місточки и по ним намагаются пройти на руках, навіть. Перемещивали, переносили, передавали на ту сторону. А вот войска, если и можно остановить глубоким рвом, то ненадолго. Мы не можем построить сплошные бетонные надоби. Для того, чтобы приехали, нужно использовать инженерные машины, которые засыпятся. Да, это возможно, но это потребует времени. Пограничники говорят, в случае чего главное продержаться до прихода армии. Для этого строят опорные пункты. Харьковский участок теперь будут патрулировать и новые машины, тритоны. Их пока всего четыре. Это БТРы со спутниковыми системами слежения. Здесь можно как обороняться в нем, так наблюдать, как и связываться по спутнику. Но такая радужная картина не на всех участках. В прошлом году на проект должны были выделить почти 900 миллионов гривен. Но пограничники не получили и половины. А то, что получили, пустили на Харьковский участок, как самый опасный. Ведь область граничит не только с Россией, но и с неконтролируемыми территориями Донбасса. А вот в Сумской области работы приходится проводить за свой счет. Денег хватает? Нет. В этом году пограничники надеются закончить обустройство Харьковского и Луганского участков границы. Правда, пока из запланированных 200 миллионов им выделили всего пятую часть. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьковская область. А вот от чего стена никак не спасет, так это от вербовки вреды ИГИЛ. О том, что это происходит, сегодня заявил начальник Харьковского областного управления СБУ. По словам Александра Пивовара, кандидатов ищут среди студентов из мусульманских стран. Таким образом, в ряды ИГИЛ попал молодой человек из Иордании, который учился в Харьковском университете. Минувшей осенью он подорвал себя в столице Ирака. Тогда его отец заявил, что сына завербовала через интернет пара из Азербайджана, с которой парень якобы познакомился именно в Харькове. В регионе фиксуется загроза национальной безопасности Украины сбоку прихильников Международной террористической организации «Исламская держава». Выходцы из краины мусульманского света, идеологи и ДИЛО, уже вдаются до спроб вербования наземных студентов в якости потенциальных террористов. Экс-бойцов правого сектора не разыскивают по делу об исчезнувшем водителе «Блаблакара» из Львова. В нацполиции опровергли заявление закарпатского губернатора Геннадия Маскаля о том, что эти люди объявлены в розыск. Напомню, Тарас Позняков пропал 4 апреля под Киевом, после того, как, воспользовавшись сервисом «Блаблакара», он нашел себе двоих попутчиков до столицы. Как сообщили в Главном управлении нацполиции Киевской области, следствие разрабатывает круг лиц, которые могут быть причастны к его исчезновению, но розыск пока не объявлен. Фамилии также не называют, поскольку это может навредить расследованию. И тем не менее, Геннадий Маскаль продолжает настаивать, что люди, похитившие Познякова, это бывшие бойцы спецподразделения закарпатского правого сектора «Сонечко», россиянин Луан Кингисеп и житель Черновцов Дмитрий Голуб. Сегодня Маскаль публиковал на своем сайте новое заявление. Он требует от руководства МВД провести служебную проверку по факту бездействия закарпатской нацполиции. Спецподразделение «Сонечко», утверждает Маскаль, имеет отношение к перестрелке в Мукачево. А о «Сонечке» известно лишь то, что в 2015 году закарпатский правой сектор действительно вербовал добровольцев в спецподразделения с таким названием и даже выложил в сеть видео из тренировочного лагеря, где якобы бойцы проводят подготовку. Но затем появилась информация от бывших членов правого сектора, что в реальности «Сонечко» существует лишь в соцсетях и в фантазиях комбата закарпатского ПС. Блогер Алина Косовская опубликовала расследование, в котором называют «Сонечко» фейсбучным партизаном. В «Правом секторе» сообщили, что ранее в рядах ПС действительно были люди с позывными «Лука» и «Тов». Но где они и чем занимаются сейчас, неизвестно. Интрига подходит к концу. В США прошли очередные праймери с Республиканской и Демократической партией. В штате Нью-Йорк лидеры гонки – бизнесмен, миллиардер Дональд Трамп и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. После объявления о победе заявили, что не сомневаются, что именно они станут кандидатами от своих партий. И действительно, по оценкам экспертов, с результатами праймерис в Нью-Йорке интрига в гонке практически завершилась. Впрочем, оставшиеся претенденты на президентский пост надежды не теряют и продолжают борьбу. Президентские выборы в США, напомню, состоятся в ноябре этого года. Подсчитай и останься. Американские финансисты призывают британцев ради их же блага остаться в Европе. Но есть событие, которое затмит завтра новости Брекзита. О чем речь, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Серьезными рисками грозит Британии выход из Евросоюза. Это очередное предупреждение от финансистов. В этот раз американских. Восемь бывших министров финансов США обратились к британцам с предостережением. Соединенному Королевству будет сложнее торговать с Европой, не являясь ее членом. Призыв американских экспертов появился накануне приезда президента Обамы в Лондон. Его ожидают в пятницу. Это будет его последний визит в Великобританию в качестве президента США. Американский лидер уже приглашен в Виндзорский замок, официальную резиденцию королевы, на праздничный обед по случаю ее юбилея. Завтра Елизавете II исполнится 90. Она является старейшим действующим монархом в мире. День рождения королевы стал очередным поводом спекулировать на теме ее отречения от престола. Но ее величество отлично себя чувствует, активно и выходить на пенсию явно не собирается. Она здорова, продолжает заниматься физическими упражнениями, много ходит, ездит верхом. Так что нет совершенно никаких причин, чтобы она неожиданно остановилась. Наоборот, думаю, ее пугает бездеятельность. Я готов приступить к исполнению своей части королевских обязанностей, как только в этом возникнет необходимость. Но моя бабушка справляется, дедушка тоже активный и не собирается сбавлять темп. Отец очень занятой. То есть трудолюбивых людей в нашей семье много, и они прекрасно справляются. По традиции день рождения монарха в Британии всегда празднует в начале июня. Тогда же королева и будет принимать официальные поздравления. Но по случаю юбилея, хэппи бэзди, ее величество спели уже сегодня, во время исполнения монарших обязанностей. Канун дня рождения Елизавета II провела, что называется, на работе. И это порадовало посетителей Виндзора, которым посчастливилось ее увидеть. А Букингемский дворец сегодня выпустил фотографии четырех поколений королевской семьи. Ее Величество и Три Принца. Будущие короли Чарльз, Уильям и Джордж. Это фото используют для юбилейных марок в честь 90-летия главы престола. Для двухлетнего же внука королевы Джорджа это будет первая марка с его изображением. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Киеве стартовал крупнейший фестиваль писателей и издателей. Шестой книжный арсенал. Традиционно он проходит на территории эстетического арсенала. И там сейчас находится моя коллега Ольга Теребинская. Она с нами на связи. Оля, здравствуй. Что ты присмотрела уже для себя? Какие книги будешь читать в ближайшее время? Здравствуй, Наталья. На самом деле очень много книг, которые хочется прочитать, потому что в этом году на фестивале представлено около 200 различных издательств, как украинских, так и зарубежных. Нам рассказывали организаторы, что просились еще больше, но отбирали лучших, по их мнению. За это время представлено около 300 новинок в мире книг. В этом году на фестивале представляют две спецпрограммы. Одна из них посвящена крымско-татарской тематике, вторая годовщине Чернобыля. Детская программа в этом году называется «Личность и особенность». И вот, что о ней сказала Марина Порошенко. Я також сюда сегодня пришла с детьми с особливыми потребами, которые так сьогодні потребуют социализации в украинском суспільстве. И я сподіваюся, что за допомогою книжкового арсенала будет происходить также интеграция таких детей в украинском суспільстве. В этом году на открытие пришло очень много людей. Нам рассказывали организаторы, что за все время прошлого фестиваля посетило около 90 тысяч людей. В этом году ожидают несколько сотен тысяч. Они, кстати, до сих пор здесь, несмотря на то, что уже полчаса как закрылось. Все, потому что очень много всего интересного. В целом за пять дней на пяти сценах мастерского арсенала пройдет около 500 разнообразных событий. Это и лекции писателей, и презентации книг, и музыкальные представления, и кинопоказы. Финальной точкой фестиваля станет празднование Дня книги. Пройдет оно в ночь с 23 на 24 апреля. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская наслаждается книжными изысками в мастерском арсенале. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей.ua. Хороших вам новостей. И до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok